Все профессии нужны, все профессии важны. Это цитата из известного с детства стихотворения. Но если большинство из нас находит свое призвание ближе к совершеннолетию, то в Ненецкой тундре есть профессии, которые передаются по наследству с рождением ребенка. Это оленеводы. Согласно официальному календарю, 2 августа в Ненецком округе проходит главный праздник региона – День оленя, который ранее носил название День оленевода. В начале августа во всех оленеводческих хозяйствах стартуют мероприятия, посвященные этой дате. В этом году начались они с самой северо-западной точки региона. Мы находимся на полуострове Канин. Вокруг нас бескрайняя тундра. Совсем рядом Баренцево море, а в сотнях километрах нет ни электричества, ни телефонной связи. И в этом настоящем мире живут самые настоящие люди, у которых сегодня праздник. Ежегодные труженики тундры, бригады, разбросанные по ее бескрайним просторам, собираются вместе и отмечают свой праздник, принимают гостей, соревнуются в меткости и ловкости. Неизменно в программу праздника входят соревнования по метанию тензея, прыжки через нарты. Самое зрелищное – гонки на оленьих упряжках. К слову, гонки проходят ночью или ранним утром, когда на землю спускается туман, ведь по росе нарты скользят куда лучше. Есть у хозяев тундры общая черта – скромность. То ли образ жизни диктует такие правила, то ли суровый север не позволяет быть слишком эмоциональными. Таков и потомственный оленевод Валерий Ваучейский. Он всю свою жизнь прожил в Ненецкой тундре. Здесь трудится и воспитывает сыновей, которые не хотят уезжать в город. Просторы севера им ближе и дороже. Работаете на неделе, легкой не будет, правильно. Также у нас тоже, так же. Хвата будет тяжело, хвата реку будет. Каждому своему, кто как привык к детству. Яна Григорьевна, так представилась наша маленькая бесстрашная знакомая, родилась и жила до начала школьных лет в тундре. Теперь она учится в Ненецкой школе и приезжает в гости к родителям только на каникулах. Она очень любит спорт и хотела бы стать ботаником, чтобы изучать цветы. Ну, я так-то жил в Неси, у меня школа-то. Я живу в Неси, а до того жила тут. Тут бродят, тут бывают росомахи ходят, и медведи, и эти лисы. Ты их видела сама? Да, я видела медведя. Ловки тоже тут бродят. Ничего себе, не страшно? Нет. На наш вопрос, не ругают ли их родители за то, что они далеко уходят от дома, она гордо ответила, что она-то взрослая, ей почти девять, и малыши под ее чутким присмотром. Мудрая не по годам выпускница социально-гуманитарного колледжа Лидия вернулась в родную тундру на лето. Исполнилась ее мечта. Вместе с дипломом об окончании учебного заведения она получила возможность стать воспитателем кочевого детского сада. Призналась, что возвращаться она совсем не хочет, потому что без городских благ уже тяжело, но приезжать для работы с детками и в гости будет при каждой возможности. Поделилась с нами она и главным секретом кочевой жизни. У настоящего оленевода должна быть главная и единственная мысль в голове, это, наверное, олень, в первую очередь, райчу он живет и работает, и во вторую очередь должна быть большая любящая семья, которая его поддерживает. У нас семья большая, друг друга поддерживаем как можем. И у нас все есть. Тянет в морожковые края не только уроженцев этих мест, но и гостей из далеких городов. Так Игорь Шипков, побывав однажды на Ненецкой земле, возвращается сюда снова и снова, найдя здесь вдохновение для творчества. Русский Север – это гордость наша, то, что это у нас есть. Здесь душа восстанавливается энергетически. Здесь заряжаешься, подпитываешься, здесь просто отдыхает весь организм. Как сюда можно приезжать? Вырываюсь постоянно, как только вот есть возможности. Архангельская область, Лишаконья, Пиннига, Мизенский район. Ну а зимой на санях 4 часа по снегу, великую тундру, как уж тут песню-то не написать. Тем более, я сам гармонист из Санкт-Петербурга. Вокруг пролетает все небо, Так быстро, так быстро. Сани мчатся по снегу, И со свистом, и со свистом. Посмотри, как красиво сиянье. Это снежное дело, Заполярье, Заполярье. Диво севера, это сиянье. В рамках празднования Дня Оленя для здорового развития и безопасности деток провели необходимую прививочную кампанию. Для всех желающих организовали профосмотр. У меня в плане это провести детям профпрививки. То есть от трех месяцев до восьми лет. В плане где-то 13 человек будем работать. Прилетел на праздник и глава региона Александр Цибульский. Поездка губернатора на полуостров Канин носила не только праздничный, но и рабочий характер. Вместе с главой региона в ней приняли участие представители окружного собрания депутатов и профильных органов исполнительной власти Неницкого округа, глава Заполярного района. Конечно, оленеводство, я это много раз говорил, имеет большие перспективы. И сегодня, на мой взгляд, оно находится на таком переломном этапе, когда просто надо сделать один шаг, чтобы сделать его более современным, более механизированным и отвечающим тем возможностям и условиям, которые сегодня диктует жизнь. Мы много для этого делаем. Действительно, оленеводство и поддерживаем. В этом году мы поддержали больше, чем на 250 миллионов общей сложности. Сельское хозяйство, большую часть, конечно, оленеводства. В прошлом году это было чуть меньше, порядка, по-моему, 220 миллионов. И будем идти, и будем наращивать эту поддержку, и будем стремиться к тому, чтобы оленеводство становилось действительно основой экономики сельского хозяйства нашего региона. В этом году запустили, мне кажется, очень правильную программу в нашем колледже, впервые за много лет. И выбрали новую профессию, оленевод-механизатор. Тем самым хотим как раз молодежь учить уже тем новым возможностям, которые им предоставляет современная техника и технологии, для того, чтобы вести вот этот традиционный образ жизни. И на стыке вот здесь технологий и традиций, как раз, мне кажется, и есть будущее оленеводства. Добавлю, мероприятие организовано при поддержке администрации Нининского округа в рамках соглашения с компанией «Лукойл». Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север».